так у нас первый сигнал обломок наконечника стрелы такой вот кусочек и в ямке до сих пор идет сигнал посмотрим может там еще есть что-то заодно и я занимаюсь вторым хобби изучая миграцию червей как мы посмотрим так ползет он на юг значит он ползет севера на юг так и запишем ну нахер отец ну ты видел видел так я в этом же месте нашел еще одна свинцовая прясница как говорят историки свинцовая прясница вот видно в нем отверстие я почистил вот видно в нем отверстие свинцовая прясница это грузик подвешивался снизу по две ретино когда пряжу крутили вот подвели кино для равновесия но я еще читал что они еще использовались как деньги но тут отверстие очень маленькое для ретино сейчас я их почищу потому что иногда бывают какие-то рисунки на свинцовых этих прясница никаких рисунков я не нашел ребята скажите ваше мнение что вы скажете о таких вещах как свинцовая прясница или что-то еще похожее все мы идем дальше так у нас попалась свинцовая пуля минье дульно дульно зарядному ружью сейчас постараюсь справа прикрепить фотографии какому ружью применялось а дальше да чтобы его зарядить чтобы его зарядить команда заряжай рука назад идет достается бумажный патрон скусывается патрон открывается вот эта полочка вот эта штука называется полочка видите здесь отверстие сюда сыпется немножечко пороха полочка закрывается ружья перехватывается остатки пороха и пуля засыпаются в ствол бумажка в которой обернута является пыжом вытаскивается шомпол переворачивается шомпол вгоняется шомпол прибивается несколько раз шомполом потом шомпол изымается шомпол убирается обратно не уберешь ведь так просто потом ружье берется изготовку взводится уже соответственно боёк и только тогда ты готов стрелять ну сколько выстрел ты сделаешь в боевой ситуации два три лучшая пехота того времени делала семь тоже интересная хорошая находка мы идем дальше поднялся ветерок такой неприятный так у меня находка в одном виде я уже показывал вот эта вещь эта вещь называется бабка на ней отбивали или ровняли косу беру другую бабку без байка а начинаю вот так вот колотить молотком и вот смотрите вот она середина да вот она середина и начинаю оттягивать тоже так же держу молоток и оттягивается просто на ура и если надо вот так повернуть вот надо вот так повернуть вот в этом месте ударить можно вот так и следить если например клепка получилась такая что металл вот так вышел значит надо здесь и здесь выровнять этот металл клепая его таким вот образом ну вроде понятно да это очень интересно ну такая работа блин это кошмар ну теперь все деды я уже заметил они этим не занимаются а берут болгарку болгаркой быстро так делают чтобы не пригреть этот металл его тоньше делают и ничем не отличается что я например делал отбивку и они болгаркой одинаково косит что он косит что я кашу такая штучка не знаю ветерок такой неприятный мне идет у меня находка интересная что то я еще не могу понять что это такое какая то бронзовая вещь или медная и какие то надписи идут не знаю что это такое сейчас мы посмотрим что это такое вблизи смотрите какая штука интересная год 1913 номер 14 13 1 и какой-то клейма стоит не знаю я не знаю что это такое но напарник сказал что это похоже на от ленты патронов это протяжка а здесь ленты шла это как к максиму пулемету будем заряжать да будем ну дело осуществляется как у нас смотрим на протяжку ленты первое сейчас не второй патрон который ему сейчас сейчас лента зашла в зацеп вот открываем крышку второй патрон соответственно вот ушел на линию засылания у нас карабин получился наряжен прикольная вещь вот так наверное виднее интересно 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 мы идем дальше шум он лит и в Продолжение следует...